Добрый вечер, дамы и господа. У микрофона Юрия Пронко реальное время на Финам-ФМ. Сегодня понедельник, а значит слушатели Финам-ФМ против. Сегодня вы будете против Владимира Милова, лидера движения «Демократический выбор», сопредседателя партии «Народная свобода». Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Напомню, средства коммуникации, по которым вы сможете атаковать сегодняшнего нашего гостя, это многоканальный телефон 651099, 6, код Москвы 495. Это сайт в интернете www.finam.fm. Заходите, пишите, звоните. И вот в течение этого часа Владимир Милов исключительно отвечает на ваши вопросы. Но в самом начале журналистский интерес. Все-таки на какой стадии регистрация партии «Народная свобода», что известно, как там все проходит? Ну вот мы ровно неделю назад сдали документы в Минюст. У них по закону срок месяц для ответа, то есть 23 июня. Как бы час икс для нас. Ну, конечно, это может затянуться, а может быть они чуть раньше ответят. Ничего неизвестно. Это тоже зависит, я думаю, от бурного обсуждения внутри власти, регистрировать нас или нет. Но я думаю, что до конца июня все будет так или иначе ясно. Вот сейчас ждем. Но вот сами документы, они идеальны? Да. Там к запятым не придерутся? Знаете, как часто бывает? Вот мы обещали, в принципе, изначально поставили себе задачу сдать их до 1 апреля. То, что мы там затянули почти на 2 месяца, это было связано именно с выверкой документов. У нас блестящие юристы, они имеют большой опыт, в том числе и в работе с Минюстом по регистрации партии. Так что все, вот мы уверены на 100% в наших документах. Если не зарегистрируют. Давайте так, я уже отвечал неделю назад на пресс-конференции. У нас есть план Б, но мы считаем неправильным деморализовывать наших сторонников вот этими разговорами. О том, что все равно не зарегистрируют, вероятность маленькая. Но план Б это некие акции массовые или о чем идет речь? На следующий день, как только объявят решение Минюста, мы все расскажем. Не только массовые акции, речь идет о том, что есть президентская компания в конце концов. И там мы им тоже крови собираемся попортить. Вы знаете, что мы договорились о выдвижении единого кандидата. Он будет. И здесь вот как раз вопрос о регистрации партии, он важный. Потому что если мы получим наконец вот эту формальную возможность партийным механизмом выдвигать кандидата, это будет очень здорово. Мы хотели бы именно такую возможность использовать. Ну а если не зарегистрировать, будем другим образом определять единого кандидата. Но компания президентская тоже будет. И собственно ничего на этом не заканчивается. С регистрацией или не регистрацией только все начинается. Мы хотели бы наших сторонников, теми, кто интересуется нашей партии, и мы хотели бы им ровно такое место принести. Но мне на самом деле, как журналисту, который занимается политикой, крайне было бы важно, чтобы вас зарегистрировали, я имею в виду, вашу политическую силу. И в этой связи еще тогда, Владимир, от меня вопрос. Дальше перейдем непосредственно к радиослушателям. Если регистрируют Парнас, значит, то кроме вас, скажем так, в правом, либеральном, демократическом фланге, уже имеющие лицензию на, ну я так шутливо называю, лицензию на участие в парламентских выборах, имеют правое дело и яблоко. Вот здесь какое-то позиционирование предполагается? Или вот Парнас пойдет своей колонной, что называется? Нет, мы не делим это так, Юрий. Во-первых, мы себя не замыкаем право-либеральным флангом. Это все осталось в прошлом. Мы народная партия, партия здравого смысла. Сейчас кто только не употребляет это название. И это хорошо, потому что вот и будет среди народа, среди избирателей, конкуренция за то, кого считают действительно партией здравого смысла. Вот мы хотели бы скорее на этом поле играть и загонять себя в какое-то узкое, там, правое либеральное гетто, думаю, неправильно. Но у нас деление проходит очень четко. Есть партии, которые согласовывают свои действия с Кремлем, ходят в администрацию президента и договариваются там о том, что они будут говорить, что они не будут говорить, как они будут действовать, критиковать, не критиковать Кремль. Правое дело, яблоко абсолютно в буквальном смысле. Я вот никогда не забуду, как после знаменитого калининградского митинга в прошлом году из приемных лидеров вот этих самых партий звонили главам своих калининградских отделений и приглашали их на ковер на старую площадь в администрацию президента. Это известная история, которая выпала на публику. Но партии по нашей классификации делятся на две части. Те, которые в Кремль ходят, и те, которые нет. Вот тех, которых нет, есть только одна на сегодня из официально существующих. Это партия Народной Свободы. Пока ей не отказали в регистрации, она имеет полное право юридически называться партией так же, как всем остальным. Вам придется формировать список своих кандидатов на парламентских выборах. Готовы ли вы, все-таки по-другому тогда переформулирую вопрос, готовы ли вы к диалогу с людьми, которые близки по своим позициям, по своим взглядам на нынешнюю ситуацию политической страны? Да, конечно. Да, конечно. Мы готовы к диалогу с широким кругом людей. И вот для этого мы будем абсолютно открыты, когда узнаем решение Минюста. И, собственно, я думаю, будет тогда много интересного, в том числе и для наших активистов в регионах, которым мы хотим, честно говоря, дать, в отличие от вот этой московской тусовки, мы хотим им дать много мест в нашем списке и вперед, в очередь, их двигать вперед. Такое маленькое замечание себе скажу, когда вернулся с пресс-конференции, я бы там в своем живом журнале писал, с пресс-конференции президента, нас высадили на Старой площади, очень символично, да, значит, и, заходя в метро, взял бесплатную газету, которая называется «Московский дозор». Вы знаете, вот честно вам скажу, мне было грустно, когда я ее прочитал, да, это даже не газета, это листок такой, столько грязи в адрес Касьянова, Немцова, вас, Владимир, Чубайса, я не читал, ну, простите, даже в отмороженных СМИ, в медийных других ресурсах, я был крайне удивлен, и у меня это вызвало, в общем, такую боль, понимая, что не все так хорошо, как кажется со стороны. Юра, кого вы хотите этим удивить? Ну, я был удивлен, я вам честно говорю, я был удивлен, что... Нет, мы уже не удивляемся, не удивляйтесь, да. Слушатели «Финам.ФМ» против Владимира Милова, программа «Реальное время» на «Финам.ФМ» 651099,6, 3w.finam.fm, без купюр, без цензуры, прямые вопросы Владимиру, и прямые ответы, все, поехали. Значит, Евгений, что думаете о Народном фронте, будут ли акции протеста против фронта? Да это такое бюрократическое, мертворожденное образование. Я вот его в одной из своих статей сравнил с 89-м годом, когда, помните, были первые выборы относительно свободные народных депутатов СССР, и там 750 мест в этом съезде народных депутатов отдали общественным организациям. Там тоже был комитет советских женщин, профсоюзы, там, советы ветеранов, там, и всякие... И даже общество трезвости и филателлистов, вот ровно как сейчас, когда они все там тоже валом ступают в этот фронт. Я думаю, что никого не удастся этим обмануть. Это такая просто игра, достаточно дешевая, на поднятие рухнувшего до минимумов рейтинга Единой России, и мне кажется, что таким способом они уже ничего особенного для себя не выжмут. Степан, готовы ли вы в случае победы на президентских выборах, и при этом невыполнение вашей политической программы, покинуть самостоятельно свой пост? Я дополню тогда этот вопрос. Ваша политическая сила объявила, что вы будете выдвигать кандидата на основе праймерис, да, то есть используя, в общем-то, такие прозрачные технологии, возможности высказать каждому. И, Владимир, я помню, очень много шума наделало ваше заявление, да, то, что вы потенциально готовы выдвинуть свою кандидатуру. Как можете прокомментировать и мой вопрос, и вопрос... Ну вот, сразу по поводу моей кандидатуры, я сразу, когда заявил об этом, я сказал, что я не буду устраивать никаких одиночных плаваний, там, игр за себя, я только выдвигаюсь в качестве одного из кандидатов на общих праймерис, да. Вот идти против коллег отдельно я не буду. Это вот сразу. То есть если праймерис у нас получается, я там участвую, да. Если нет, то ничего такого против нашей коалиции я не собираюсь сделать. Что касается моей личной кандидатуры, то, знаете, у меня есть опыт госслужбы, когда я дважды добровольно оттуда уходил, когда там что-то не срасталось, и у меня было ощущение, что нужно это все прекращать, там, готов отдельно рассказать эти все истории. Поэтому это абсолютно не вопрос уйти в отставку, если не складывается работа, если я вижу, что нет возможности достичь тех целей, которые я ставил. Но я здесь должен сказать одну важную вещь, что у нас, например, в соглашении о проведении коалиционных праймерис кандидат, в частности, берет на себя обязательство не снимать свою кандидатуру с выборов без согласования с другими участниками коалиции. И я думаю, что мы пока вот так далеко еще не планировали, но я думаю, что и по поводу, например, ухода в отставку с поста президента, в принципе, вот это правило, я считал бы, наверное, нужным распространить. То есть здесь вряд ли это может быть только самостоятельным решением. И вообще в России, я уверен, если бы были честные выборы, невозможно было бы прийти к власти и избраться президентом просто индивидуальному физическому лицу. Нужно, безусловно, делать это на базе строительства каких-то коалиций, в том числе с разными силами, политическими. И тогда придется договариваться о том, на каких условиях, например, подавать в отставку, если что-то не получается и так далее. То есть это должно быть такой серьезный проект, а не просто вот метание индивидуальное, там что-то не понравилось, там все, я ухожу и так далее. Но это будет участие в президентской гонке, чтобы реально войти во власть и получить власть? Безусловно. Или знаете, это как участие, да? Неважно победа, главное участие. Безусловно, безусловно. У нас сегодня в России очевидно серьезная усталость вообще от всей вереницы политиков, которые много лет присутствуют. И видно, например, что вот когда прямые вопросы людям задаешь, хотите ли вы, будете ли вы голосовать за Путина или Медведева, там никакие не 70%, а типа 25% или 15%. Вот такого порядка ответы. И это говорит о том, что возможно, в принципе, при честных выборах была бы возможна реальная конкуренция, второй тур. И, собственно, это то, за что мы боремся. Мы боремся за то, чтобы независимый кандидат получил возможность всерьез бороться на выборах и выйти во второй тур, как минимум. Слушатели, Финам.фм против Владимира Милова. Иван спрашивает, за что вы наехали на защитников Химкинского леса? Вы наехали, Владимир? Я не наезжал на защитников Химкинского леса. Единственное, что я должен сказать, что вот год назад, когда эта компания была на пике, мне крайне не понравилось, что они, как только президент Медведев объявил о том, что вот он выступает за перенос трассы, что оказалось блефом. Приостанавливает. Ну да, да, приостанавливает, и что можно рассмотреть альтернативные маршруты. Они тут же кинулись присягать ему в верности, и там еще сидели в заключении активисты, которые были задержаны 22 августа, вот одни из организаторов этого митинга в защитниках Химкинского леса, они там даже на пикет не пришли их поддержать, сказали, что у них там какие-то другие мероприятия, да. И тогда я достаточно резко высказался на эту тему, я сказал, что вот были разные примеры оппозиционных активистов, которые чуть что там поманят, они сразу перебегали там в Единую Россию, там поддерживать Медведева, и что я вот к такого рода беготне очень негативно отношусь. А, естественно, я поддерживал и поддерживаю позицию, связанную с тем, что нужно слышать голос людей, и нужно искать альтернативные варианты трассы через Химкинский лес. А то есть я концептуально был из-за, но вот против вот этих шараханий стороны в сторону. У нас этого было так много в оппозиции, что, честно говоря, я уже заранее очень настороженно и довольно жестко к таким вот поползновениям отношусь, да. Мне кажется, нам все-таки чистота рядов здесь важна. Владимир Милов, лидер движения «Демократический выбор», сегодня вы против него, 65 10 99 6 с 3w.finam.fm Наталья спрашивает, что у вас с солидарностью, уживете ли с членами этого движения? На самом деле, помните, Владимир, да, что-то нашумевшее было после последнего митинга на Болотной, по-моему, площади, и очень резко выступили вы. Я, честно говоря, всей подоплеки не знаю, но хотел бы услышать от вас. Я, честно говоря, вот, честно, я предпочел бы сегодня о каких-то таких впередсмотрящих конструктивных вещах говорить, но раз спрашивают, поясню. Я никогда не ухожу от ответов, вы знаете. Я год назад вышел из движения «Солидарность». Вышли? Да, я официально вышел из него, и, собственно, там, после того, как я вышел, оттуда вышло еще очень много разного народа. Так. В том числе и тех, которые боролись там со мной, там, и так далее, да. Ну, я, собственно, тогда предсказывал, что, к сожалению, это все там вырисовывается в очень похожую вертикальную структуру, как вот строились раньше, там, УГФ, Другая Россия, там, и разные прочие такие, Всероссийский гражданский конгресс. Вот. Я не хочу сильно развивать эту тему, просто я считаю, что здесь с тем коллегам «Солидарности», которые выступают против проекта партии «Народная свобода», а там таких много, например, вот, в прошлом году московское отделение «Солидарности» проголосовало за то, что оно выступает против проекта создания нашей партии. Я думаю, что им надо просто не мешать нам. Вот те в «Солидарности», кто хочет в партии участвовать, пусть участвуют, да, а вот те, кто не хочет, пусть они немножко отойдут в сторону и дадут нам этот проект реализовать, не хоронят его раньше времени. А то там некоторые уже выступают, что, типа, он якобы провалился, хотя мы вот как раз документы сдали в Минюст, по опросу Левада-центра у нас парламентский рейтинг, мы проходим в Думу. Потому что еще не было ни компании, ничего. Почему он провалился? Ну, то есть вот так вот. Вот. Поэтому я просто очень призываю коллег, которые там остались и негативно относятся к идее создания партии «Народная свобода», просто не мешать нам. Вот и все. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Как вас? Вадим меня. Да, Вадим, пожалуйста. У меня вопрос, по-другому, такой. Ну, вы знаете, не для секрета, не для кого, что власти на что-то циничные, предположим, они вас зарегистрируют, на выборах дадут вам проходной процент, там, семь или пять, сколько там сейчас положено. Семь. И вы окажетесь в той же самой ситуации, в которой сейчас находятся те псевдо-оппозиционеры, которые в Думе существуют, и вы нужны, будете точно так же вот приходить в эфир и что-то критиковать, не имея возможности повлиять на положение дел страны. Какой вы видите выход? Да. Да, спасибо, Вадим. Спасибо сразу. Это вот самый важный вопрос по поводу нашей стратегии и на эти парламентские выборы и на будущее. Вообще, если мы пройдем семипроцентный барьер и сформируем в Думе фракцию от 35 до 50 человек вот такого масштаба, это вполне реально по тем цифрам поддержки, которые мы можем получить. Это будет очень серьезная история. На фоне того, что Единая Россия, скорее всего, не получает конституционного большинства в Думе в этот раз. Ну, они, конечно, могут его пытаться натянуть там всякими известными чуровщиной, да, вот этой всей. Но вот даже сами вот кремлевские околовластные политологи, они признают, что потери ими конституционного большинства это реальность. И вот если накладывается одно на другое, Единая Россия не может принимать законы только своими голосами и нужны другие фракции. А другие фракции, ну, конечно же, разница между нами и там теми же коммунистами или справедливой россы, она как раз в том, что мы не будем бегать, согласовывая свои действия в администрации президента. Но мы уверены, что другие фракции по определенным важнейшим вопросам развития страны, с ними можно будет сотрудничать. Мы помним, что они далеко не всегда во всем слушались в Кремль. Но мы будем работать над тем, чтобы этого не произошло. Конечно, кто-то из них, там, ЛДПР, будет более податливый. Но с другими фракциями наверняка можно будет работать. И, знаете, давайте вот не забегать вперед. Нам еще нужно будет смотреть, кто там проходит, с кем выстраивать разговор, диалог и отношения. Но если мы получаем фракцию около 50 человек в Думе, во-первых, сразу то, то, что мы сделаем, мы будем вносить свои законопроекты. И там... Можете обозначить, что будет первично? Да, у нас есть перечень 12 законопроектов, который опубликован, собственно, вот мы его неделю назад на пресс-конференции озвучивали, когда вносили документы в Минюст. Он, грубо говоря, делится на два блока, там, примерно по шесть. Шесть таких общеполитических законопроектов об освобождении политических заключенных, о гарантиях отсутствия цензуры в СМИ, там, о возврате выборов губернаторов и выборов мэров прямых и так далее. А есть законы более конкретные, скажем, о передаче пенсионному фонду акций Газпрома и других крупнейших госкомпаний, скажем, о моратории на повышение тарифов ЖКХ, о армейской реформе и переходе на формирование вооруженных сил на профессиональной основе. То есть, вот там сочетаются такие практические, понятные люди. Но насколько, Владимир, это все реализуемо? Ведь, ну, мягко говоря, это все будет торпедироваться. Безусловно, торпедироваться это будет. Но наша задача сделать так, чтобы все телевизионные каналы, вот помните, когда был бойкот заседаний Думы после октябрьских выборов в 2009 году, когда три вот эти полуоппозиционные фракции все-таки взяли и вышли. Федеральные телеканалы были вынуждены все это дело показывать. И они не могли просто это замолчать. Если в Думе будут обсуждаться вот такие совершенно конкретные вещи, которые мы предлагаем, ну, безусловно, это будет значить, что и цензуру телевизионную нам удастся в значительной степени прорвать. Люди больше узнают о том, что будет происходить. В том числе и оппозиционным фракциям, тем же коммунистам будет сложнее вот просто так не замечать какие-то вещи, которые избиратели будут с них спрашивать, а что же вот там в Думе обсуждается, скажем. А может быть, еще и не стоит прорывать? Я имею в виду вот последние события. Один из федеральных телеканалов показывает интервью с Михаилом Ходорковским. О том, что он... Это удивительное было дело, но, знаете, я настолько вот стал пессимистом за последнее время, что я вот эти ласточки как-то не воспринимаю как признаки грядущей весны, и мне хочется что-то конкретное подшипать. журналисты телевизируют. Ну, сегодня показали, а завтра неизвестно, что будет, поэтому здесь нужны гарантии. Нужны гарантии через гарантии участия независимых политических сил в выборах и в Думе. А вы считаете принципиально важным вот попасть в этот ящик, да, телевизионный? Ну, если ящик начнет всерьез каждый день говорить о каких-то проблемных темах, говорить о том, что в стране есть оппозиция реальная, а не бутафорская, эти представители оппозиции получат возможность доступа к эфиру и донести свою точку зрения до людей, ну, безусловно, это будет совсем другая ситуация, чем тот зомбоящик, который мы видим сегодня. Слушатели Финам.фм против Владимира Милова. Реальное время Финам.фм 65 10 99 6 3w.finam.fm Гульнара Астрахани. Как Парнас будет работать в регионах и будет ли? У нас создана уже... Посмотрите, нас все равно, да, вот нас двигают именно к этой теме. Да, это важная тема. У нас создано 53 региональных отделения уже, да, но на самом деле у нас людей в регионах, безусловно, больше, просто штука в том, что нам за очень короткий срок нужно было все вот эти бюрократические формальности выполнить, там, конференции, провести отделения, создать, это не везде удалось. Так, в целом, мы присутствуем там порядка в 70 с лишним регионах, да, мы региональную работу делаем, безусловно, приоритетом. Я вообще большой сторонник того, и вот в Демвыборе одной из четырех составляющих партии мы у себя именно такую линию проводим, чтобы по горизонтальному принципу выстраивать отношения с регионами, не насаждать им какую-то вертикаль и органы сверху, а поддерживать то позитивное, что там вырастает само. Вот у нас отличный пример из Екатеринбурга, где есть группа ребят, ну, то, что называется self-made, да, сами себя сделавшие во главе с Леонидом Волковым, который пару лет назад избрался депутатом Екатеринбургской городской думы и единственным независимым. Он там 65 на 35 сделал единороссов в центральном округе, да, и вокруг него сколотилась отличная команда молодых людей, которые, на мой взгляд, являются крупнейшей независимой политической силой Екатеринбурга. Вот так здорово получилось, что они решили к нам вступить. 65 на 35, да? Да, да, да. Ферический результат. Притом, Юр, представляете, в условиях наших чуровских систем подсчета, да? То есть, он действительно обходил от двери к двери каждый дом там, который в его оборуде расположен, да, общался с людьми, его там очень хорошо в Екатеринбурге знают, он многотысячные митинги там собирает. Так вот, мы поощряем, чтобы такие люди вступали к нам, даем им очень широкие полномочия. Наш устав, мы, кстати, специально вычистили устав партии, убрав там весь ненужный и лишний контроль федерального полицовета за какими-то вещами, да? У нас огромная степень автономии регионов, и мы очень поощряем появление вот таких ярких, независимых людей на местах, которые предлагали бы свою повестку дня, интересную людям в регионах, и я лично буду за то, чтобы таких людей, в том числе и на федеральном уровне, включать в полицовет, ставить на первые места в парламентские списки и так далее. И там многие люди в регионах знают, что мы все активно в регионах ездим. Мы вот лично, например, больше половины региональных собраний, которые мы провели вот за эти три месяца, посетил кто-то из сопредседателей партии. Мы по регионам ездим очень активно. Никто из руководителей партии сегодня так не ездит, как мы. За последние три года я больше, чем половину российских регионов лично объездил. И мы продолжим это делать, и, конечно, региональная повестка для нас, она самая важная. Хочется, конечно, спросить Владимира, почему наши оппозиционные либералы так много ссорятся? Неужели непонятно, что для победы в таком трудном деле нужно держаться вместе, действовать сообща? И ладно, я понимаю, что все люди, люди и у всех бывают личные неприязни и обычные человеческие чувства. Однако выставлять все это на показ и в таких грубых формах? А где мы ссоримся? Вот смотрите, мы 9 месяцев назад подписали соглашение о коалиции. Вот мы все вместе сидели неделю назад на пресс-конференции. Немцов, Рыжков, Касьянов и я. Все, посмотрите, запись в интернете висит. Там на видео вообще вы можете сказать, что есть какие-то признаки, что мы там ссоримся и так далее. То, что, знаете, нас все время заставляют, есть другая подоплека в этом вопросе, нас все время заставляют объединяться со всеми, 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 кто называет себя либералом и демократом. Вот знаете, это абсолютно отжившая себя история. Потому что, если вы, скажем, играете в футбол или в хоккей, и у вас есть какой-то игрок в команде, который там плохо владеет мячом или шайбой, пропускает соперника, ничего не забивает, ну, значит, не надо его в этой команде держать. И если он при этом симпатизирует там вашему клубу, это вовсе не повод включать его в основной состав. Поэтому, то, что нас там призывают иногда объединяться с разными другими персонажами, у которых рейтинг нулевой, а антирейтинг огромный, да, ну, может, и не надо с ними объединяться, и ничего страшного, если мы по делу иногда с ними содержательно и поссоемся. Евгений пишет, Владимир, что вы думаете о проблеме Северного Кавказа? Раньше Кавказ хотел отделиться от России, теперь ситуация поменялась с точностью, да наоборот, как можно решить эту проблему, сколько можно платить дань? Я вам цитирую письма, как они приходят. Да, это тяжелая история, на самом деле. Во-первых, то, что произошло за последние десять с лишним лет путинского, кстати, правления, я считаю, что вот этот гражданин несет огромную личную ответственность за то, что произошло. Несколько очень плохих вещей случилось. Во-первых, на Северном Кавказе полностью воцарилась такая вот централизованная авторитарная система правления, там намного хуже ситуация с гражданскими правами и свободами, чем в остальной России, да, то есть там такая вот диктатура в чистом виде, которая вот здесь нам, москвичам, и не снилась. Во-вторых, оттуда в значительной степени выдавливалось русское население. Это очень плохо. Просто для, вот если мы говорим о совместном будущем, о совместном жизни России с Северным Кавказом, то очень трудно так серьезно об этом говорить на фоне того, что, скажем, там в Чечне, Ингушетии и Дагестане там численность русскоязычного населения была там, там сколько там, 20 лет назад она была 15% там в среднем, а сейчас там процента 4. Вот такие примерно цифры, то есть практически русских там не осталось. Это цифры ужасные и кроме этого действительно есть проблема связанная с тем, что мы содержим Северный Кавказ практически полностью на федеральные деньги. Я недавно тоже писал об этом. Это серьезнейшая проблема. Они не в состоянии собирать у себя налоги, хотя бы на минимальное обеспечение каких-то своих социальных обязательств. Полностью эти республики подсели на дотационную иглу, которая составляет там от 60 до 95% там в некоторых республиках. Это очень плохо. Выход. Выход. Это сложная история. Я просто несколько пунктов могу назвать. Прежде всего, там безусловно необходимо, учитывая сложную клановую, тейповую структуру общества, там нужна гораздо больше, даже чем в других местах, вот эта самая политическая конкуренция и представительство во власти. Потому что, если вы не даете кланам представительство во власти, а выдавливаете их и даете всю власть только клану своему, ну, они куда идут? Они идут в горы. Или начинают заниматься какой-то разной нехорошей криминальной деятельностью. Нужно давать через цивилизованные механизмы, через парламентскую систему управления, вот эти все президентские вертикальки там нужно ликвидировать и нужно создавать там систему равного, достойного представительства во власти для разных групп населения. Там нужно не вот эти вот гигантоманские федеральные программы там по вбухиванию денег через крупный бизнес, как делает сегодня Хлопонин, развивать, а там нужно делать вот давайте опыт Балкан в этом смысле использовать, ведь очень многие балканские страны они довольно похожи просто по структуре обществ и по уровню жизни и по той ну по тому ужасному там разгромленному состоянию, как они находились после войны. Там собственно давайте посмотрим какая там политика проводилась. Там проводилась прежде всего политика развития малого и среднего бизнеса, самозанятости, настеления, как основы для построения экономики. В том числе за счет полного освобождения малого бизнеса от налогов, за счет как раз ликвидации вот этих вот коррупционных клановых ограничений. Вот коррупция это самая главная проблема, которая мешает всему этому развиваться. Что вы ничего не можете сделать, если вы не принадлежите к правящему клану Кадыровскому или какому-то еще. Вот если все эти барьеры будут убраны, то возможностей там предостаточно. Посмотрите, этот регион, который обладает отличным географическим положением, молодым и быстро растущим населением. Там ровно обратная ситуация с демографией, чем во всей остальной России. Там мало пенсионеров, там основное население в работоспособном, трудноспособном возрасте. Там природные ресурсы есть. Вот в дагестанский шельф, например, если разведать, из него можно сделать второй Азербайджан. Но всему этому мешает вот эта централизованная, монопольная, авторитарная, диктаторская власть. Вот, собственно, если вы хотите спросить, что мы предлагаем делать с Северным Кавказом, прежде всего вот это. Но что касается дотационной иглы, я за то, чтобы дать северокавказским обществам четко понять, это долго продолжаться не может. И что в итоге они должны выйти каким-то образом на самообеспечение. Идем дальше. Слушатели Финам.фм против Владимира Милова 65 10 99 6 3w.finam.fm Можно звонить, можно писать, но я зачитываю также те вопросы и письма, которые пришли в мой живой журнал на пост о том, что Владимир сегодня придет ко мне в реальное время. Вопрос, связанный с личностью Егора Гайдара. Владимир, помните, вы очень активно, если не сказать, с эффектом защищали покойного Гайдара. Основной аргумент всяческих либералов. Я вам тестирую, как прием. Вот это принципиальная моя позиция, то есть я не купирую. В пользу Гайдара заключается в том, что сей деятель якобы накормил страну. Вопрос первый, почему вы именуете этого вашего Гайдара без малого спасителем отечества, в то время, как по факту он это отечество продал оптом ворам и жуликам. Ну, слушайте, я жил в то время, очень хорошо его помню, поэтому врать не надо мне. Это я, Юр, не вам, и даже не конкретному слушателю. Просто, вы знаете, сейчас очень много появилось таких интерпретаторов истории, таких кашпировских, политических и экономических, которые рассказывают, что тогда было. Вот мне рассказывать это не надо. Я помню, это очень хорошо. Мы помним, что самый главный гад, я извиняюсь, я не хотел никого оскорблять, там в том числе покойных, но вот человека, к которому мы действительно относились как к разрушителю страны, был Павлов, советский премьер-министр, который действительно, который провел грабительскую денежную реформу, разрушил экономику, довел ее до полного краха и банкротства. И знаете, вот сейчас говорят, там сбережения, там либерализация цен, там все. Вот мы, я помню, я и все люди, которых я знал в конце 91-го года, вот абсолютно все, вот мы были готовы ко всему. Вот тогда было, помните, я просто приведу цифры, да, вот на пятом съезде народных депутатов РСФСР в октябре 91-го года, еще до того, как Гайдар стал премьером, Ельцин предложил свой пакет экономических мер всем этим депутатам, где среди большинства там были коммунисты. И там первым пунктом стояла либерализация цен, причем не со 2-го января, а с 15-го декабря. Проголосовало 878 депутатов за, и всего 16 против. Вот где были все эти Явлинские, Иларионовы, там, вот все те, кто критикует Гайдара, у них было большинство в Верховном Совете. Где они все были? Кто-то из них встал и сказал, это разрушит страну, там, и так далее. Нет, они все попрятались в кусты, там, как в известной песне Гребенщикова, да. И сейчас вот начинается вот это, что якобы можно было делать по-другому. Да, конечно, когда сейчас оглядываешься назад, видно, что правительство Гайдара надело массу ошибок. Ключевая история была, наверное, связана с тем, как проводилась приватизация, Гайдар уже ушел там, но неважно, да, он никогда не снимал с себя ответственности за все реформы в целом, да. Вообще, я должен сказать, что они, конечно, вот Петр Равин недавно в интервью признавал, что они полностью упустили социальную компоненту своих реформ. Да, это правда, да. Например, они совершенно не разговаривали с людьми, не объясняли, чего они вообще делают. Вот это просто невозможно было услышать, и это был какой-то непрекращающийся кошмар, да. Мне есть за что поругать Егора Гайдара, да. И я, я вот могу, честно говоря, там, часами перечислять, в чем были ошибки его правительства, но я уважаю его как человека, который в решающий момент оказался человеком действия, а не человеком болтовни. Когда советский этот комитет по управлению народного хозяйства во главе с Силаевым, Явлинским и Лужковым, там, издавал постановление о том, ах, что же делать, все же эти документы есть в сети, да, такие слезливые, там, ах, что же делать, нет запасов зерна, нет запасов муки, надо конфискацию вводить, а у кого, мы не знаем вообще, где это все, да. В это время правительство Гайдара делало вполне конкретные шаги, чтобы создать налоговую бюджетную систему, провести либерализацию цен. Да, там, наверное, было много неправильного, наверное, много было делать лучше, можно, но, учитывая цейтнот, учитывая катастрофическую ситуацию, в которой мы находились, люди проявили себя людьми действия, я их за это уважаю, хотя далеко не разделяю все из того, что они сделали. Ну, еще вопрос от этого слушателя, что умеет делать лично Владимир Милов, имеется в виду полезного не только лично вам, для себя, но и вообще для людей. Я довольно много полезного для людей сделал, у меня, кстати, на сайте моем милов.инфо есть специальный раздел такой, в разделе личное, часто задаваемые вопросы, там есть вопрос о том, что вы сделали, например, работая на госслужбе, я могу подробно рассказать, в частности, скажем, я когда работал в Федеральной энергетической комиссии, после дефолта 98-го года, наш председатель, Андрей Задернюк, и я был вот в его команде, мы активно над этим работали, мы добились того, чтобы заключить соглашение с ведущими естественными монополиями, РАО ЕС и Газпромом, и другими министерствами путей сообщения, о том, что они в течение полугода, как минимум, не будут индексировать цены на инфляцию, и то, что сдерживались в течение, там, полутора-двух лет, пока мы там еще работали, тарифы естественных монополий, я убежден, что это был один из ключевых факторов, который способствовал быстрому восстановлению экономики после дефолта. Это все забывается, понимаете, сейчас мало кто помнит, это уже акселентно влиятельнейшего человека. — Например, к вопросу о том, что я умею, вот регулировать монополии, я умею, умею это делать хорошо, мне есть здесь, что предъявить, я работал над многими программами реструктуризации этих монополий, то позитивное, что там есть, в значительной степени это связано с моим участием, и участием моих коллег, которых я готов пригласить на работу, если будет такая возможность, я знаю там, где многие из них сейчас трудятся, кто-то в бизнесе, кто-то во власти до сих пор, но это все профессиональные, достойные люди, их много, и я уверен, что вот, например, порядок в вопросе регулирования монополий я смогу навести легко, для меня эта сфера профессионально понятна. Ровно то же самое, скажем, и с управлением государственным имуществом, я много писал об этом, вот в частности, недавно опубликовал статью про моего бывшего начальника Юсуфова, где как раз рассказал о том, как мы с ним боролись по поводу повышения эффективности управления государственным имуществом, я умею это делать, мне есть что сказать, читайте мои тексты, там много чего написано, в общем, Юр, можно продолжать дальше, но конкретно вот есть вещи, где у меня есть большой профессиональный опыт. 65, 10, 99, 6, www.finam.fm сегодня выслушали финам.fm против лидера движения «Демократический выбор» Владимира Милова, звоните, пишите, Павел Тамбов, как Парнас в случае прихода к власти планирует выстраивать внешнюю политику государства, в том числе отношения Украины и Белоруссии? Ну, для нас, безусловно, приоритетом является политика внутренняя, потому что мы считаем, что очень много запустили мы в развитии нашей страны за последние годы, кучу благоприятных возможностей не использовали, чтобы массу негативных процессов остановить и обернуть вспять, да, вот мы хотим прежде всего заниматься этим, для нас внешняя политика не является каким-то таким коньком, да, вместе с тем, мы за дружественную и добрососедскую политику по отношению ко всем государствам, которые к этому готовы, и мы в частности намерены в том, что касается СНГ, восстановить нормальные дружеские партнерские отношения вместо той идеи централизованного доминирования России, которая была вот последние там десять или сколько лет проводилась при Путине, да, у нас будут нормальные коммерческие рыночные отношения во всем, что касается экономики, и у нас будет, не будет никакого давления, нажима там и так далее во всем, что касается политики, это суверенные страны, пускай они делают свой выбор, как они хотят развиваться, и мы на основе этого будем с ними сотрудничать. Но, кстати, это я вот от себя добавлю, да, вот, например, такие вещи, как дичайшие нарушения, скажем, права русскоязычного населения в странах Средней Азии, мы упускать не будем. Я лично категорически за то, чтобы эту тему поднимать наверх повестки дня, потому что многие знают, на каких птичьих правах и как тяжело там живут русские люди в Туркменистане, практически их полностью лишили вообще всех гражданских и нормальных человеческих прав, мы, конечно, будем эти вопросы поднимать и так это не оставим, да, ну и, безусловно, мы будем предпринимать меры для того, чтобы защитить Россию от потенциальных внешних военных угроз. Я лично в числе таких угроз прежде всего рассматриваю угрозу китайскую и угрозу со стороны стран исламского мира. И еще один важный момент, как бы кому из ультралиберального лагеря там не понравились мои слова, никаких территорий, как это делал Путин с Китаем, Норвегией там и так далее, мы раздавать не будем. Никаких территориальных уступок России не будет. А есть оппоненты вот у подобной позиции? Безусловно. Я каждый раз, когда на эту тему высказываюсь, на меня нападают там все сторонники Новодворска и прочее, говорят, что я там сволочь, ничего не понимаю, нужно срочно несчастным японцам там отдать Курильские острова. Вот я сразу заявляю, я категорически против. Это Владимир Милов, против которого сегодня слушатели Финам.ФМ 65 10 99 6 3W.FINAM.FM Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Алло, добрый вечер, меня зовут Игорь. Представьтесь. Да, пожалуйста, Игорь. У меня только один вопрос. У нас было названо много программ. Вот вы сказали, что вы за профессиональную армию. Да. Скажите, пожалуйста, как и каким образом вы собираетесь забрать один миллион хороших профессионалов после того, что Сердюков сделал с нашей армией? Спасибо. Да, спасибо вам. Да, ну там две части. Во-первых, нам не нужен миллион. Уже, собственно, давно делались оценки о том, что современная высокотехнологичная мобильная армия, которая делает акцент на профессиональные части стратегического характера, ракетные войска стратегического назначения, там оперативные части быстрого реагирования, она вполне может существовать при численности 550-600 тысяч человек. То есть эта цифра не от фонаря, это реальные просчеты, да? Это цифра не от фонаря, это, конечно, были расчеты, причем, разумеется, если даже чуть-чуть увеличить военные расходы, что я считал бы правильным, да, в относительном выражении, они у нас, скажем, они нам нужны где-то на уровне трех с половиной процентов ВВП, они никогда до этого не дотягивали, да. Если их чуть-чуть увеличить, если снизить вот эту коррупционную составляющую в оборонном заказе, где просто воруют деньги и ничего не делают, там надо развивать конкуренцию, как раньше было, да, вот, кстати, даже в советское время была позитивная история в том, что была конкуренция между конструкторскими бюро и производителями, да, вооружений и военной техники, и, собственно говоря, вот эту конкуренцию в последние годы активно уничтожали, строя централизованные холдинги и все это, как бы там, приводя к единому знаменателю, это неправильно, это привело просто к росту цен на оборонзаказ, да, и снижению качества. Здесь еще можно сэкономить, выиграв в качестве, да, собственно, за счет этого мы сможем обеспечить достойные зарплаты профессионалам, офицерам, и нам вовсе не нужно будет содержать миллион низкооплачиваемых офицеров и рекрутов. Что касается того, что делает Сердюков, Сердюков очень странные вещи делает. Я слышу со стороны вот многих людей, как раз из либерального лагеря, там какие-то хвалебные слова в его адрес, меня это удивляет, то, что я вижу, что по факту сокращают кадровых офицеров. Слушайте, мне не важно, под какими лозунгами это делается, да, оптимизации численности, там, оптимизации частей. Я просто считаю, что вот есть в армии человеческий кадровый резерв, которым нельзя разбрасываться. Как бы, вот это как раз пример такого бухгалтерского подхода, да, к реформе, который мы лично не будем так действовать, мы будем действовать по-умному, мы кадровых офицеров выгонять из армии, развивая там вместо них корпус сержантов, да, вот мы этого делать не будем. И у нас еще предстоит опубликование наших подробных предложений по армии, ждите предвыборной кампании. Знаете, что я так скажу, тут утром деньги, вечером стулья, да. Вот пусть нас зарегистрируют, мы очень подробно обо всем этом поговорим, поверьте, нам есть что сказать в детали. Владимир Милов сегодня против слушателей Финам ФМ, это реальное время, добрый вечер, вы в эфире. Алло. Алло, добрый вечер. Меня зовут Алексей, хотел бы задать один вопрос. Давайте, давайте. Скажите, пожалуйста, каковы вы видите национальную идею, которая в данный момент у нас отсутствует, и как вы собираетесь довести ее в принципе до населения, чтобы люди вам поверили. Вектор развития нашей страны для вас. Да, спасибо. Пожалуйста. Да, это очень важный вопрос. Вообще, кстати, я считаю, одно из главных упущений всех вот процессов политических 20 лет последних, это то, что мы национальную идею так и не нащупали. Для меня это вопрос достаточно очевидный. Мы русские европейцы. Вот нам надо вспомнить нашу европейскую идентичность. Нам тут очень много сказок рассказывают в последнее время, что мы там какие-то евразийцы, да, как вот шутят над Ющенко, что он там все продвигает идею своих древних укров, да. Вот это евразийцы мне напоминает вот эту историю с древними украми. Я считаю, что мы достаточно много всяких нашествий и агрессии испытали с Востока в своей истории, да. Были, конечно, у нас проблемы и с Западом, но мы видим, что в целом в Европе, которая всю историю между собой воевала, в последние десятилетия скоро уже, по сути, нам надо понимать, что скоро 100 лет будет с того, как фактически сложилась послевоенная система отношений в Европе. и эта система, она основана на абсолютно новой европейской идентичности, они ее нашли, она у них получилась успешным. Давайте признаем, что один из самых успешных международных проектов, последнего времени, это проект Европейского союза, европейского сообщества в широком смысле слова, да. У нас вообще в России, вот везде, где вы не киньте, да, от евроремонта, да, до шенгенской визы, вот вообще фактор европейскости, он играет абсолютно такое внутренне положительное вот значение для людей, люди к этому относятся хорошо. Это говорит о том, что наша европейская идентичность, она все-таки у нас в генах присутствует. И вот здесь как раз мы в полном противоречии находимся с идеями, которые кремлевские товарищи высказывают. Тут была интересная статья Максима Шевченко, я не знаю, видели ее или нет, о том, что... Нет, я, к счастью, с вами не все читаю. А я стараюсь его вообще не читать, но мне прислали ссылку, потому что это нечто запредельное. Он там пишет буквально, да, я могу, если хотите, потом ссылки эти все дать, они в интернете висят, что нам в Россию нужно завозить специально больше азиатского населения, потому что, чтобы оно ассимилировалось здесь, и чтобы мы, русские, как нации, меньше походили на европейцев, а больше на азиатов, да. Вот знаете, что я... От тебя только добавлю, что господин Шевченко является членом общественной палаты России. Вот он ровно так и написал, да, я, конечно, не хочу там никого обидеть, да, но мне кажется, что эта постановка вопроса, она, ну так, мягко, да, пытаюсь найти слово, глубоко ошибочная, да, что нам надо вспомнить, наконец, о своей европейской идентичности и вспомнить, что мы до сих пор последняя, кроме Белоруссии, последняя европейская страна, которая не живет по европейским правилам, которая не дает возможность своим людям, гражданам, участвовать в управлении нашей жизнью, управлении своей страной и выборе пути, по которому мы идем. Это неправильно, и вот об этой европейскости нам давно пора вспомнить. Владимир, и дамы и господа, хочу вас попросить, да, лаконично сейчас оставшееся время проведем, потому что буквально нам остается 10 минут, это 3w.finam.fm и 6510.99.6, код Москвы 495, слушатели Finam.fm против Владимира Милова. Владимир, я задам сейчас свой вопрос, а дальше я вновь, слушатели, вас обвинили, я как-то считал, о том, что вас обвиняют в заигрывании с русским национализмом. Действительно так? Соответствуют ли действительности, уж простите за тавтологию, те факты или те реплики, да, которые приводятся якобы с ваших слов? У нас очень многие люди, опять же, из числа вот такой традиционной либеральной публики если я говорю о том, что нам действительно нужно обсуждать вопрос русской национальной идентичности, если я не боюсь употреблять слово русский в политическом смысле, и если я не боюсь обсуждать проблемы, которые связаны, например, с чересчур быстрым притоком мигрантов в наши русские города в последние там 10-15 лет, то вот там на меня уж сколько ярлыков на эту тему чуть ли не повесили, я ни с чем не заигрываю. У меня есть избиратели, которые меня поддерживают, есть моя личная позиция по многим вопросам. Я, например, убежден в том, что тему миграции нам надо серьезно обсуждать и некие меры здесь принимать, потому что, знаете, это вызывает озабоченность вот у классического, я вот обнаруживал это с некоторым, может, даже удивлением, а может быть и нет, в последние годы, что вот такой классический беловоротничковый электорат, предприниматели, менеджеры, люди крайне озабочены этими проблемами. Многие из них придерживаются в том числе, например, гораздо более жестких взглядов, чем я, скажем, на эти вещи, да. Это вот тот самый средний класс, например, за который боролся СПС в свое время, да. И вот Леша Навальный, скажем, он в свое время любил очень показывать опрос 2003-го, по-моему, года, который спрашивал сторонников разных партий, вот насколько они озабочены вопросами мигрантов и межнациональных отношений. Там после ЛДПР второе и третье места в этом опросе по уровню озабоченности этими вопросами занимали сторонники СПС и Яблоко, как ни странно, да. Я считаю, что об этих темах нужно говорить, нужно искать цивилизованное решение и не нужно вешать ярлыки друг на друга, да. Вот чем больше будет вешать ярлыков, накладывать табу и шарахаться от этого серьезного разговора, тем хуже мы ситуацию запустим, потом придется какие-то радикальные меры применить. Это Владимир Милов, реальное время Финам.фм 651099.6 3w.finam.фм Кстати, о Навальном. Владимир, скажите, следите ли вы за деятельностью Алексея Навального? В моих глазах, пишет Евгений, этот человек герой нашего времени, то, что он творит, это подвиг. Не хотели бы вы объединиться с этим человеком, на мой взгляд, на взгляд Евгений, да, получился бы хороший тандем. Хороший тандем, да. Навальный... Где-то я это уже слышал. Навальный... Навальный очень хороший. И мы активно общаемся, естественно, я очень поддерживаю то, что он делает. Единственное, у нас с ним серьезные такие, ну, очень цивилизованные разногласия на то, чем сейчас надо заниматься. Вот у вас Навальный Юр был в эфире, да, и он... Лединочка, да. Он честно говорит о том, что он не считает правильным заниматься политикой, там, партиями, выборами. Он считает важным сосредоточиться на каких-то других способах гражданской активности, там, своя правда жизни, да. Которые у него довольно хорошо получаются, да. Но я считаю эту позицию тоже несколько неправильной. Я считаю, что, ну, все-таки мы люди взрослые, да, ну, не бывало такого в истории никогда, чтобы какие-то серьезные политические перемены в таких автократических государствах достигались какими-то другими способами. Никто не придумал, как из этого свинца там золото сделать, да. Я за вот эти все гражданские инициативы полезные, но я считаю, что у них есть свой потолок. Наступит момент, когда все равно нужны будут политические действия, и вот я как раз не прячусь ни от кого, я сразу говорю, что я считаю важным заниматься именно политикой как средством решения этих проблем. Кстати, и Навальный не отрицает, что, в принципе, то, что он делает, это политическая деятельность. Единственное, что ему бы нащупать, как перевести это в какое-то действительно политическое качество. Может партию создать, может действительно в президенты выдвинуться, я бы поддержал его кандидатуру, например, да. Что касается объединиться мы, объединимся мы с ним или нет, ну, давайте ограничимся вот чем. Мы сейчас с ним активно взаимодействуем, вы это можете, например, в его блоге увидеть, да, то он постоянно на меня ссылается, там, я на него, да, мы делаем некоторые вещи вместе, и давайте не пережимать здесь, да, когда будет нужно, мы, я уверен, что-то сделаем важное вместе. Добрый вечер, в эфире, как вас зовут, Аля? Добрый вечер, я зовут Дмитрий, есть два коротких вопроса. Первый, у нас ставка учителя во Владимирской области 4,5 тысячи рублей, ставка профессора в одном из ведущих технических вузов 12 тысяч рублей. Откуда взять деньги, чтобы повысить зарплату, это первый вопрос. И второй вопрос, есть реальная проблема, да, это как и в высшей школе, так и в средней школе, это разрыв, возрастной разрыв между теми людьми, которые уже через 10 лет уйдут, и молодыми ребятами. Как это тоже решать вопрос? Да, спасибо. Да, но вот этот возрастной разрыв, он неизбежное следствие первого вопроса, да, потому что действительно перспективные люди, молодые, конкурентоспособные, они на такие зарплаты просто не идут. Знаете, не буду оригинален, да, но я просто объясню сразу, где взять деньги. Вот если вы посмотрите как раз в наших первых 12 законопроектах, которые мы внесем в Думу, когда у нас будет там фракция, там об этом прямо говорится, что мы хотим представить альтернативный бюджет, страны, где в том числе резко повысить расходы на медицину и образование, за счет чего, да, вот мы называем несколько источников. Прежде всего, есть серьезная проблема, связанная с тем, что у нас государство владеет огромным имуществом, но оно не используется. Например, доходы от использования федерального имущества, а это все эти, Газпромы, Роснефть, РЖД, Транснефть и прочее, это меньше 1% общих доходов федерального бюджета. Это смех и копейки, да, эти деньги куда-то уходят, пилятся, дивиденды не платятся, ничего не происходит. Я говорил о том, что я знаю, как управлять госимуществом, поверьте, мы сделаем так, что они будут платить по полной. И вот за счет этого доходы бюджета серьезным образом вырастут. Вторая история, мы, конечно, будем сокращать, но нам не надо 4 миллиона чиновников в стране, это бред, да, полтора оставим в лучшем случае, да, и то еще посмотрим, да. Вот госаппарат, спецслужбы, то, что в последние годы, вот у нас росли же за эти 10 с лишним лет, да, росли расходы в основном не на образование и здравоохранение. У нас набухла, например, статья национальная экономика, то есть это прямая поддержка предприятий, чего государство делать не должно, инвестиции должны быть частными, да. Так вот, и все это идет чемизову, превращается в труху, там не дает никакого в итоге добавленной стоимости, ничего полезного, да. Вот это все будем резать, будем сокращать. 20 процентов, статья, одна из крупнейших статей бюджета, намного больше, чем образование, это субсидии корпорациям, там, в основном дружественном клану Путина, там, и так далее. Все это аппарат, спецслужбы, госкорпорации, все это будем резать, доходы от использования госимущества будем повышать, и будем увеличивать расходы на армию, на медицину, и на образование, и на науку. Ну, то есть деньги есть, откуда взять? Безусловно, это вообще не вопрос. Вот даже Медведев сказал про триллион в виде откатов, которые воруются ежегодно. Вот хотя бы если с этого начать. Да, добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Да, пожалуйста, представляете. У меня вопрос к вашему гостю. Давайте, давайте, давайте. Значит, простите, пожалуйста, скажите, как вы собираетесь развивать малый бизнес, притом в области, прежде всего, создания товара? Ну, прежде всего, и в том числе, машиностроения. Меня очень насторожил сейчас вот ваше замечание, что только частный бизнес должен заниматься инвестициями, государство не должно. Поверьте, на первом этапе без государства малый и без создающий какие-то предметы, товары, не обойдется. Спасибо, пожалуйста. Нет, нет, никаких первых этапов. Знаете, вот это мы много раз проходили, да, ничего из того, что пытаются вырастить на государственные деньги, не прорастает, потому что это всегда коррупция, это всегда отсутствие стимулов к эффективности и так далее. Послушайте, у нас в последние годы не было никаких других проблем для развития малого бизнеса, кроме давления со стороны государства и вот этого регуляторного бремени. Мы это регуляторное бремя будем радикально сокращать, я уже сказал по поводу того, как мы настроены решительно по сокращению чиновничества, всех его регуляторных полномочий и так далее, которые душат сегодня малый бизнес. Вот сегодня людей предприимчивых, которые готовы идти строить свое дело и даже деньги на это могут найти, их много, но нужно постоянно получать вот эти разрешения. Россия на последнем месте в мире самым худшим по количеству, максимальному количеству разрешений на строительство, которое надо получать. Это известно всем, это ужа, то есть только своим, грубо говоря, или никому, вот там не доставайся же ты никому. Ну и безусловно налоги, мы конечно будем отменять повышение страховых взносов, а вообще мы считаем вот этот ЕСН самым вредным налогом для экономики, налогом на как раз благосостояние людей, на фонд оплаты труда. Мы в принципе за то, чтобы вообще его отменить и мы за другой механизм финансирования социальных обязательств как раз за счет доходности от использования государственного имущества, а вот налоговое бремя на малый бизнес будем снижать. Но деньги на рынке в малые предприятия конечно должны искать сами, возможность сделать это есть, мешает только регуляторное бремя со стороны государства. Все, к сожалению, наше время завершилось. Владимир, я вас благодарю за то, что вы согласились прийти на программу слушателей Финам. Спасибо. Против, да, сегодня. Ну, в общем-то, у нас публика такая благодарная, да, она четко формулирует вопросы, но я думаю, получила четко сформулированные ответы. Владимир Милов, лидер движения «Демократический выбор» сегодня был в реальном времени на Финам.ФМ. И очень коротко, вот о чем в заключительной части сказал господин Милов по поводу регламентации, лицензии, разрешения и всего остального. Сегодня мы договорились, что программе «Сухой остаток» даст интервью Каха Бендукидзе. Очень известный, харизматичный отец грузинских реформ, кто, может быть, помнит руководитель в свое время крупнейшей группы «Уралмаш», то есть такие вот конкретные ребята были, конкретная производство, ну и есть, да. Затем Каха переехала в Грузию по приглашению президента Саакашвили и был фактическим вдохновителем, что ли, тех реформ, которые прошли в этой стране. Вот, что называется, без посредников. Будем общаться с господином Бендукидзе. Правда, он будет по телефону, но он просто крайне редко бывает в Москве. Но у вас будет возможность, наша техническая возможность позволяет это сделать, простите за тавтологию. И вы с Кахой Бендукидзе сможете общаться, так что следите за нашими анонсами на www.finam.fm. А сегодня в гостях у нас был лидер движения «Демократический выбор» Владимир Милов.